Не исключено, что идея Байдена о минимальном налоге в 15% для корпораций, хотя ее и отвергают республиканцы, станет универсальным правилом для развитых стран вообще. Во всяком случае, сегодня министр финансов Елен отправилась в Европу на встречу с министрами финансов Большой Семерки, и там она официально предложила, чтобы все ведущие страны ввели требования минимального корпоративного налога в 15%, что снизит заинтересованность компаний в манипуляции с документами о своих прибылях, когда прибыль искусственно завышает в тех странах, где налог на них является низким. Решение о всеобщем минимальном налоге, впрочем, если будет хотя бы предварительно приниматься, то не министрами финансов в этот уикенд. Главной является встреча лидеров Большой Семерки в Англии с 11 по 13 июня. Тогда Байден отправится в свою первую зарубежную поездку. На встрече в Англии, в городе Корнвулл, будет, конечно, и серия двусторонних важных переговоров с лидерами Англии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. В принципе, в этом году уже проходила так называемая виртуальная встреча в верхах, но эффективность ее от настоящей встречи в верхах, конечно, отличается очень сильно. На виртуальной встрече как бы обсуждались в первую очередь проблемы борьбы с вирусом, и тогда Байден обещал передать развивающимся странам 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая так и не стала применяться в США. А сейчас Байден обещает увеличить это количество до 80 миллионов, и уже не только за счет AstraZeneca темпы вакцинации в Америке снижаются, у Вашингтона образовался резерв вакцин. Первые 25 миллионов доз вакцины, как сегодня объявлено, отправляются в развивающиеся страны уже в настоящее время. Но как-то ни было, Байден будет встречаться также, конечно, с английской королевой, после чего Джилл Байден вернется в Вашингтон, а Байден поедет в Брюссель, где пройдет встреча НАТО на высшем уровне. До этого Трамп требовал очень активно, Трамп от других членов НАТО, роста их финансового и материального вклада в деятельность блока. Байден может занять, конечно, иную позицию. Специально отмечают, что будет его встреча с турецким Эрдоганом, при котором Анкара все больше выходит из американской орбиты. Ну а после встречи лидеров стран НАТО, затем в Брюсселе Байден будет участвовать во встрече Европейского Союза на высшем уровне, затем в Швейцарии его переговоры будут с Путиным, в повестке дня в Женеве, как известно, кибератаки Украины, Белоруссии, но также должен быть и поиск взаимного понимания и общих интересов. Фейсбук сегодня объявил, что откажется от особого отношения к выступлениям политиков, когда им дается больше свобода слова, чем обычным пользователям, поскольку их взгляды и заявления представляют больший новостной интерес. Ограничение свободы слова имеется на Фейсбуке, когда имеет место призывы к дискриминации, насилию, расизму, терроризму, когда под угрозой может быть безопасность людей. Раньше считалось, что Фейсбук разрешает известным политикам несколько большую свободу в неоднозначных высказываниях. Простых пользователей на Фейсбуке при поступлении жалобы сразу блокируют, а затем разбираются, как правило, насколько обвинения обоснованы. А в отношении политиков сперва разбирались, затем могли пост или счет блокировать. Было очевидно, что эти объявленные сегодня с утра изменения политики Фейсбука были связаны с закрытием в январе счета Трампа. Недавно работала специальная независимая комиссия, созданная Фейсбуком, которая заявила, что вопрос о закрытии счетов Трампа должен быть рассмотрен еще раз. Фейсбуку было трудно доказать в январе, что Трамп призывал к насилию в связи с атаками на Конгресс 6 января, после которой счета его были закрыты. Однозначно Трамп ничего подобного не заявлял. А сейчас вставал вопрос о том, что Трамп имеет право на восстановление своего счета на Фейсбуке. Но Фейсбук явно не хочет это делать, потому что тогда у него, помимо всего прочего, будут большие неприятности с противниками Трампа, требующими постоянного закрытия его счетов. Ну и Фейсбук заявил, что вообще ужесточает свою политику, а затем через несколько часов, что закрывает счет Трампа, по крайней мере, на два года, потому что его высказывания были особенно опасными. Раньше о таком сроке закрытия счетов кого-либо на Фейсбуке на два года даже известно не было. В Израиле сегодня публикуется заявление членов КНЕСИТа от правых партии, которые вошли в новую правительственную коалицию. И согласно им, хотя в новом правительстве вопрос об аннексии израильских поселений на западном берегу в первое время идти не будет, но строительство еврейских поселений на западном берегу в Восточном Иерусалиме будет продолжаться прежними темпами. Согласно законодателям, если будут предприниматься меры по отмене планов строительства, то новая коалиция неизбежно развалится. В Израиле сейчас очень разнообразная, неоднозначная реакция на необычный союз между ультраправыми, умеренными и палестинцами. В своем первом интервью после подписания соглашения о коалиции предположительный будущий премьер Нафтали Беннет заявил, что предупредил своих детей, что станет самым ненавидимым человеком в Израиле. Беннет действительно уже подвергается резкой критике его сторонниками за заключенные соглашения с умеренным Лапидом. Беннет на это говорит, что его главное обещание перед выборами было в том, что он будет содействовать выходу Израиля из хаоса. Он также говорил, что никогда не вступит в коалицию с центристами, но это обещание имеет, согласно ему, меньшее значение. Сегодня в Израиле отмечали, что американские и еврейские организации не спешат поздравлять предположительных создателей нового правительства. В нынешней ситуации нет полной ясности относительно того, что правительство будет утверждено Кнесетом, что Натаньягу не удастся ее торпедировать. Также многие еврейские организации в Америке не знают пока, как будущее правительства оценить, как на него реагировать. В то же время американские христиане-евангелисты заняли в этом смысле намного более четкую позицию. Евангелисты считают, что прекращение премьерства Натаньягу является негативным. Развитием событий в Натаньягу они видели проверенного долгосрочного партнера. Согласно евангелистам, Натаньягу был одной из ведущих сил, создавших в последние годы особенно прочный альянс между Израилем и американскими правами. Евангелисты были одними из самых активных сторонников в Америке перенесения американского посольства в Иерусалим и других шагов администрации Трампа. В следующей части о том, что выезжающие за границу и сейчас могут встретиться с угрозой карантина. Оставайтесь с нами. По статистике, каждый пятый пациент с диагнозом варикоз или диабет сталкивается с появлением незаживающих ран на ногах. Это неизбежный исход запущенной болезни без ее своевременного лечения. В Центре восстановления сосудов и вен при Синай Диагностикс лечат самые тяжелые случаи незаживающих ран, когда вам не смогли помочь в других местах, а также избавляют от причин их появления. Все от 12 и старше уже могут получить вакцины от COVID-19. Скажем только одно «Ура!» Дело за вами. Пройдите вакцинацию сегодня. Посетите nyc.gov.ru или позвоните по номеру 877-829-4692. Вакцины от COVID-19 уже доступны всем от 12 и старше. Приблизим Нью-Йорк без COVID на один укол. Пройдите вакцинацию сегодня. Посетите nyc.gov.ru или позвоните по номеру 877-829-4692. Супер-уникальный, супер-натуральный продукт для повышения потенции – S3X Manpower – мужская сила. В этом флаконе сосредоточена вся ваша мужская сила и все достижения американской натуральной медицины. Спрей под язык не имеет никаких побочных эффектов. Покупайте спрей S3X Manpower, и мужская сила вас не покинет. Глазные операции в древности Глазные операции в средневековье И безлезвенные операции в 21 веке Только с помощью лазера доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты Быстро, безопасно и безболезненно только у доктора Леонарда Блея. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидзен Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. В силу один звонок на Дэвидзен Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005 Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005 Англичане только что встретились с проблемой, которая может быть актуальной для американцев, надеющихся наконец-то летом выехать за границу дальше карибских курортов, например, в Европу. Португалия еще больше месяца тому назад объявила, что будет свободно принимать англичан, а англичане внесли Португалию в список стран, куда граждане могут ездить без многочисленных проблем, особенно если они вакцинированы. В Португалию отправились сотни туристов из Великобритании. Еще больше их число заказали гостиницы на португальских курортах на ближайшие недели, а также на июль, на июль, на август. Сейчас, однако, внезапно произошел скачок. Заражение в Португалии. Английское правительство объявило, что приезжающие из этой страны должны будут проходить карантин. Но возвращающиеся из Португалии англичане на карантин, конечно, не рассчитывали. У многих из них могут быть в результате проблемы на работе и другие. Ну и, конечно, неясность получается с теми, кто уже распланировал свой отпуск и сейчас не знает, отменять ли заказанные билеты и гостиницы или же исходить из того, что всплеск заражений в Португалии скоро прекратится. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вами до понедельника. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова